Наступление четвертой волны коронавируса, сезонный рост инфекционных заболеваний, меры профилактики и другие вопросы члены рабочей группы обсудили на очередном заседании в администрации города. Текущая ситуация по заболеваемости COVID-19 остается напряженной. По свидетельству медиков, за последнее время резко выросло количество вызовов. Этот прирост составляет в среднем 50 человек в день. Наша проблема в том, чтобы обслужить вовремя эти адреса, которые поступают в личную температуру. Поскольку при поликлинике работают с ограниченными количествами врачей, нагрузка большая. И иногда бывают дни, когда некоторые адреса в каком-нибудь количестве перекидываются на следующий день, потому что некрасиво обслуживает после 10 часов вечера пациент. И врач уже физически этого не может. Показательным стал день 21 сентября, когда по скорой помощи поступило 195 вызовов за сутки. 62 человека было госпитализировано. Примерно такая же картина идет и по области. То есть, если раньше было 1100, 1200, 1300 вызовов скорой помощи, то вчера на видеоконференции было озвучено, что за сутки предшествующей видеоконференции 1700 вызовов. Скорая помощь нам работает с запредельной нагрузкой, лечебное учреждение тоже. У вас сейчас, мы так и понимаем, пока приостановили вы от инфекционного корпуса из-за оборота под ремонт. Лучше какой-то хоть корпус, чем никакой. То есть, вот тоже, как возможность, реагируем. У нас, значит, одна наша машина, администрация работает ежедневно, значит, у вас там на вызовах. Тоже, как малая наша подмога. Как отмечают медики, характерным для текущей ситуации является скорость течения заболеваний и позднее обращение за помощью, особенно людей пожилого возраста. Мы, когда проводим анализ, видим, что действительно течение, то есть ухудшение состояния больного происходит гораздо быстрее, чем это было ранее. То есть, мы на это уже стали реагировать, поэтому и увеличилось количество обследуемых на КТ, на рентген, не дожидаясь там определенного срока 4-5 дня, для того, чтобы вовремя выявить изменения в людях. По данным статистики, 90% заболевших – люди непривитые, хотя не исключены среди заболевших и граждане, получившие вакцину. Приводили опрос на статистику, что из числа заболевших, госпитализированных, 5% привитые. Значит, случаи смертей среди привитых есть единичные, но, как правило, причиной является сопутствующие заболевания тяжелые, которые так или иначе обостряются. Прививка – это не прививка пожизненная такая в плане того, что это защита от всего, это прививка от ковида. Другие болезни человека есть наверняка, и они свое дело делают. Другое дело, что в Молве это все расходится, что и привиты там умирают, и все остальное. Наверняка такое есть, но это единичное. Тревогу бьют и педиатры. Заболеваемость детей ковидом и сезонными ОРВИ выросла в разы. Если мы в том году на данном этапе лечили 20 детей, сейчас мы лечим 274 человека. 227 – это было, и 47 – это у нас район. Госпитализация мамы? Госпитализировано 6 детей, больно с имени Филатой. Дети старше 15 лет. Вчера госпитализировали ребенок до года. Но там мама болеет, и получается, соответственно, заболел. Это ковид, мы говорим? Именно ковид? И ОРВИ у нас увеличилось, увеличилось тоже колоссально. У меня на каждого врача сейчас вызов по 70, когда такого никогда не было. У меня две бригады в каждой поликлинике, плюс районы, по 70 вызов на одного врача. У нас только по ослаблению, это в среду и в четверг, когда у нас уменьшается количество вызов. По-прежнему одним из эффективных средств защиты от коронавирусной инфекции является прививка и соблюдение санитарных мер и требований. Вакцинация и ревакцинация – это серьезная такая потушка безопасности, которая может смягчить. Не уберет полностью, конечно, всю эту ситуацию, но смягчить может. И это единственное эффективное средство смягчения. У нас сейчас с вами 83. По мнению главы администрации Сергея Златогорского, сбить волну распространения заболевания возможно при соблюдении всех мер профилактики, в том числе за счет минимизации физической активности горожан. Надо нам продумать, каким образом сделать такую, допустим, что-то типа недели, недели такой профилактики, которая включала бы в себя, во-первых, вакцинацию и вакцинацию, во-вторых, минимизировать без всяких ограничительных мер, но вот на сознательности, на каких-то информационных вещах уменьшить вот эту вот контагиозность. Это касается, понятно, массовых мероприятий мы никакие планировать не будем и не будем проводить, но вопросы, наверное, касаются и просто минимальной физической активности людей, которым это возможно. Объяснить, что, допустим, пенсионеру нет нужды, посиди дома. Значит, трудовой коллектив, если есть возможность, дай лишний выходной, пусть люди дома посидят. Меньше людей выводить на работу. Надо как-то уменьшить нам вот это вот пересеки для того, чтобы сбить волну, в том числе за счет разобщения. Есть приоритеты в работе. Вот сейчас основной приоритет в работе – это профилактика ковида. Не допустить вот этого вот, чтобы нас заплеснуло. Спасибо. Спасибо.